Привет, друзья! Сегодня я предлагаю разобрать две истории файла, Клоун Дэ Сави. Первая история. В тот день в мою квартиру пришёл друг с ночёвкой. Мы сидели за моим компьютером и играли в компьютерные игры. После напряжённой игры мы решили отдохнуть. Я пошёл делать нам по кружке какао, а мой друг искал какие-нибудь видео. После того, когда я сделал нам какао, мой друг нашёл странный ролик. Под названием Клоун Дэ Сави. Как он объяснил, это видео он нашёл в одной неизвестной группе, ВКонтакте. Я особо не интересовался, откуда мой друг взял это видео, но мне было интересно его содержание. Мы включили видео. Аудиодорожка была очень громкой, и мы сделаем громкость тише. Также видео чёрно-белое. В ролике появляется какой-то пацан в маске Клоуна. Он начинает трогать свою маску, и как можно услышать, его руки были липкими. Позже, на 35 секунде, появилось громкое дыхание, а пацан Обратил внимание на нас, разозлился и ударил камеру, и на этом видео закончилось. После просмотра у меня побежали мурашки по всему телу. Но больше всего меня возмутил мой друг. Он сидел с широко открытыми глазами и смотрел на меня, как будто увидел какой-то ужас. Когда я его спросил, что с тобой, он закричал и потерял сознание. Я в ужасе схватил телефон и позвонил в скорую помощь. На следующий день мой друг, был уже в больнице. Когда я спросил его о произошедшем, он ответил, что вместо меня, была галлюцинация, того самого Клоуна, а позже он увидел безобразное лицо, после чего он и закричал. После посещения больницы я хотел ещё раз увидеть этот ролик и его изучить, но к моему сожалению, я ничего не нашёл. Группа ВКонтакте была удалена вместе с этим роликом, а копии нет. Через неделю я узнал, что мой друг умер в больнице от сердечного приступа. Перед смертью он написал мне ВКонтакте, «Оно идёт за мной». Что он хотел этим сказать, я не знаю, но мне его очень жалко. Аноним. Вторая история. Я очень люблю смотреть смертельные файлы и их страшные истории. Можно сказать, это моё увлечение, хотя хэзэ, но как-то раз какой-то аноним прислал странное видео со странным названием «Клоун ТСА». Он попросил меня посмотреть это и сказать, что я ощутил после просмотра. Сначала я не хотел смотреть видео, но любопытство взяло вверх. Когда я включил ролик, то чуть слух не потерял, так как в ролике очень громкие звуки. Я убавил звук и продолжил просмотр. Появился какой-то тип маски-клоуна и начал вести себя странным. Он начал трогать свою маску и такое ощущение, что его руки были в крови, хотя могу ошибаться, ведь ролик чёрно-белый. Потом он разозлился и ударил камеру. Ролик на этом и закончился. После просмотра у меня появились вопросы к этому анониму. Однако, он меня опередил и спросил, «Ты всё ещё живой? А ты осмотри весь дом?» Я не понимал, что он хотел этим сказать. Я всё же проверил весь дом, чисто по приколу. Осмотрел весь дом, ничего не обнаружил. После поисков я посмотрел в зеркало, и тут я был в полном ужасе. В зеркале было не моё отражение, а того самого клоуна из видео. Я стал нервничать, и у меня тряслись ноги. Позже этот клоун снял свою маску, а дальше не помню, потому что я очнулся на диване. Когда я очнулся, на меня смотрел врач и мама. Как они сказали, меня нашли на кухне без сознания. Мама меня спросила, что могло произойти, чтобы я потерял сознание, но я ей ничего не ответил. После произошедшего я хотел спросить про видео у анонима, но его заблокировали. Я хотел посмотреть видео ещё раз, но в личных сообщениях его не оказалось. С тех пор я перестал смотреть смертельный файл, и вам не советую. Субтитры сделал DimaTorzok Истории интересные, но они фейк, и обе написаны пользователем Дмитрия 12 на 4Store. Об этом чуть позже. В икаже видео залил Митя Кожурин, кстати посмотрите на его фото, и на видео с клоуном. Это же он и есть. Телосложение один в один. Но для уверенности я решил ему написать, и вы не поверите, оказалось этот чел, когда-то мне писал, и он мой подписчик. И да, он подтвердил, что он автор, и ответил на несколько вопросов. Скрены перед вами. Также были и аудиосообщения. К сожалению, видео не сохранилось со мной без эффектов. Осталась маска. А вот сейчас несколько объяснений. Во-первых, кровавое лицо на самом деле его измазал краской, и через эффект это не видно. Поэтому, вот. А во-вторых, конечно, через звуки это не слышно, но в исходнике, ну то есть в оригинале, там прям звуки, ну можно прислушаться, то что были липкие. Я потому что измазал, чем-то я уже не помню. Так что, как-то так. И вообще, я это написал, ну, если ты знаешь, в фандоме есть специальная вики, где там в основном все файлы смерти пишутся. Кто-то там даже свои придумывает. Поэтому я придумал свою и написал сам в этом файлы мне. Сейчас ты его не найдешь, потому что я его удалил в ходе конфликта. Поэтому вот. Нет, именно назывался CloneDead.av. То, что Clone.av, это, ну, нет. Нет, это вообще, как сказать, другой смертельный файл. И тем более это в формате JPEG. Поэтому я даже там это написал, что на самом деле это все выдумка, и что серьезно это воспринимать не надо. И я даже написал там свой, чё, как это называется, псевдоним Демидий Двенадцатый. И всё. В ходе переписки я выяснил, что сначала видео создавалось для подтверждения правдивости истории. Видео впервые появилось в Инстаграме. Это был экспериментальный смертельный файл. Исходника видео не осталось. Что касается истории, её написал сам Дима. Я не Дима, я Митя. Я Митя, ё-моё. Себе он придумал псевдоним Дмитрия Двенадцатый. История была выложена спустя несколько месяцев после видео. Это было связано с тем, что он удалил оригинал истории на фэндоме. И это перезалив. Даже уже грустно говорить, что файл CloneDead.av не является подлинным. Субтитры создавал DimaTorzok